всем доброго времени суток всем привет из рима мы сможем взяли туристический автобус и решили посмотреть достопримечательности рима этого вечного города ну и конечно же сделали остановку там где находится парк роз движение конечно же здесь очень активная поэтому возможно будут шумы посмотрим вот эту достопримечательность и отправимся в парк вот уже сразу на входе розы нас встречают вход бесплатный очень много людей все хотят посмотреть некоторые розы отцветают в основном все как бы в полной красе находятся так пройдемся этот парк еще называют самый большой сад роз в городе он открыт с апреля по июнь именно в период цветения роз здесь какая-то информация но неудобно было прочитать к так как стояли люди сад роз входит в обзорную экскурсию по риму если вы берете вот этот райзобус то есть автобус для экскурсий в древности на этом месте располагался храм богини флоры а в 1964 году прилегающая к саду роз территория была отдана под кладбище еврейской общины в то время римский сад роз находился в другом месте но позднее был разрушен во время второй мировой войны а когда еврейское кладбище перенесли вера на территорию парка вновь вернули саду сегодня в этом парке роз можно увидеть более тысячи ста сортов роз с разных концов света возле каждой розы стоит табличка название и из какой страны она пришла среди них есть и необычные экземпляры розы которые меняют цвет лепестков в течение дня и даже вонючие розы с отпугивающим запахом рядом с парком а расположился полотен эти можно увидеть руины императорских дворцов и других сооружений древнего рима представьте себе мы видим розы за ними античность здесь также можно наблюдать как группы ботаников изучают в этом парке виды роз я постараюсь подойти к некоторым розам показать как они выглядят и показать те таблички которые стоят возле них на табличке как я уже говорила написан сорт розы на итальянском языке а также страна наверное производитель если можно так сказать сад достаточно посещаем я слышу здесь разные языки люди ходят по газону фотографируют снимают интересуются дети очень бурно выражают свои эмоции погода солнечная просто сказка примеру посмотрите розочка сейчас мы посмотрим верочку называется кафе пансет приходит из германии лично я не очень хорошо разбираюсь в розах точнее разбираюсь в них очень поверхностно это видео подходит наверное больше тем кто уже отдал свое сердце королеве цветов королеве садов розе или кто разбирается в тонкостях и нюансах этого достаточно нежного красивого цветка сорт розы из франции конечно розочка словно зефир и она приходит из германии это французская роза посмотрите какие лепестки снизу вот только странно почему здесь беленькая а здесь желтенькая что разные вот купенчики и вот от этой белой вот такие беленькие а вот это желтая вот такие желтенькие короче телефон вокруг растения потому что не знаю как солнце ложится и как лучше видно как лучше передать вот этот цвет мне еще понравился что это у нас франция листочки такие не зеленые немножко как бы холодного цвета сейчас посмотрим такая вот красивая сейчас стану так чтобы не поднимать а как вот она есть в природе вот к примеру такой аромат стоит каждый посетитель особенно дети нюхают и Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Для меня красная роза, желтая роза, белая роза, высокая, низкая, красивая Ну, такие как бы характеристики, такой я специалист по розам Вот, сейчас пройдемся, посмотрим Люди снимают, себя фотографируют на фоне роз Там еще на той стороне есть розы Подойдем здесь Посмотрим здесь Вот такая розочка Что там у нас написано, Франция, по-моему Я еще хотела подойти к вот этой Вот это Так, она притягивает меня почему-то Какой нежный цвет Какая красивая Вы только посмотрите Ой, 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 ой Вот, даже шмель работает Трудяга Где тут у нас табличка Вот так она называется Страна Вот страна Написана на итальянском языке Мне некогда переводить Не знаю Ну красивая роза Очень красивая роза Вот так насмотришься Желание появляется И хочется и себе такие иметь Но не с нашим климатом Так вот розочка Вот такие мне почему-то напоминают Знаете вот эти Дикие розы Ну ведь тоже красивые Роза из Франции Называется Роберт Льюис Стивенсон Но надо же Писателю посвятили Розу Прям остров сокровищ Розовое сокровище Красивая розочка Мелкие цветочки Но довольно много Так Вот такая розочка Вот такая крупная Мы сейчас посмотрим Что написано Откуда она приходит к нам Ангелина Франция Вот такая Ангелиночка Ну вот еще Темненькая мне нравится Вообще мне все нравится Я бы хотела иметь в своем саду Но у нас же климат Особенно там где я живу Возле Северного моря Они у нас так страдают Вот листья постоянно болеют Такой уход за ними нужен Ой смотрите Какая красивая Это же цвет Красного вина С бархатом С бархатным отливом И вот листья такие Холодно-зеленые Ой какая она красивая Как она называется Парфюм Ля-ля-ля Думаю что она Из Греции Вот первая буква Пропущена Не допечатана Но По названию Сорта Можно узнать Из какой страны По вот этому названию Так Мы идем дальше Вот такие Плетущиеся Так Вот это Желтенькое Это Денемарк Это по немецки Денемарк По русски Дания Дания Так Вот Беленькое Вот такие Мне больше Похоже Вы знаете Она шиповник Кто это У нас Наверное Из Испании Из Испании Вот такие Смотрите Такие Яркие Такой сорт Бросающийся В глаза Вот Некоторые Уже Отцветают А некоторые В пике Отцветения Ох Какие же Красивые Какие же Красивые Это Кто у нас Откуда Приходит Откуда Такая Красота Неимоверная Сейчас Посмотрим Франция 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 А вот Это Тоже Такая Вот Зефирная Такая Красивая Я ее Наверное Показывала Вот Посмотрите Только Посмотрите Какой Ободочек Какая Серединочка Кому Принадлежит Эта Красота Тоже Много Много Бутончиков Дойчленд Джермания Германия Германия Так Идем Дальше Сейчас Подойдем К вот этой Фиолетовой Тоже Необычная Тоже Вот Смотрите Тоже Немножечко Похоже Как бы На дикую Розу Красивая Вот Так Она Называется Вот Не знаю Как С итальянского Переводится Вот Эта Страна Не знаю Вот Видите Не могу Перевести Нет Времени Вот С итальянского Не знаю Понятия Не имею Так Вот Так Выглядит Этот Сад Люди Фотографируются А Мне Мне Надо Найти Моего Мужа Который Очень Снисходительно Относится К тому Что Я Хочу Запечатлеть Эту Красоту И Поделиться Ею Вот Посмотрите Какая Необычная Роза Вот Ее Пол Раскрывшиеся Бутоны Это Шедевр Это Просто Шедевр Посмотрите 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 Как С Картинки Вроде Бы Так Вединг Пляно Германия Вот Поищу У себя Дома И Наверное Такую Приобрету Франция Где-то Еще Здесь Мне Очень Понравились Вот Это Смотрите Какая Просто Смотрите Бархатная Какая Красота Командант Франции Сейчас Здесь Люди Рядом Стоят Тоже Мне Очень Понравилась Одна Розочка Сейчас Отойдут И я Покажу Ее Вот Я уже Прочитала Это Италия Посмотрите Какая Интересная Посмотрите На Одном Ну Как Это Называется Урус Посмотрите Шикарная Розочка Ох Красота Давайте Еще К белой Подойдем Вот Есть Отсветшие Но Вот Мадам Франция Ой Надо Уходить Надо Уходить Франция Пока Мой муж Рассматривает Можно Тоже Порассматривать Вот Какая Смотрите Италия Вот Она Белая С Нежно Нежно Розовым Там Вот Внутри Оттеночком Только Посмотрите Вот Дай Боже Чтобы Камера Передавала Вот Италия Принцесса Полизена Или Или Полизена Дедушка Фотографирует Наверное Бабушки Их Их Фертих Я Ез Их Сайги Посмотрите Посмотрите Я уже 300 лет На этой Планете Живу И я Еще Такой Не Видела А Вы Какие Резные Листья Бутончики Это У нас Франция Как Читается Не знаю И вот Муж Показывает Покажи Вальха Роза Покажи Говорит Вот Эту Розу Смотрите Смотрите Как интересно Вот бутоны В зеленых Вот этих Как это Все Красиво Я Так Объяснила Прям Что И сама Не поняла То есть Вот Бутончики Имеют Зеленые Лепесточки И вот Как Это Красиво Смотрится Вот Это У нас Франция Красивые Французские Розы Данк Ирия Вот посмотрите Тоже Интересная Розовая С белым Два цвета Некоторые Отцветают Но Можно Вполне Налюбоваться Этой Красотой Так Сивен Роз Увидь меня В розе Германия Может быть Я уже Ее Показывала Тоже Германия Тоже Очень Красивая Роза Здесь Вот Чуть Другой Оттеночек И уже Новые Эмоции Но Тоже Вот Какой Сочный Цвет Посмотрите Посмотрите Тоже Франция Тоже Франция Красивые Это Это тоже Франция Немножечко Светлее Вот Еще Посмотрите Маленькие Такие Такие Миниатюрные Такие Красивые Я вот Только не знаю Вот какие они Селющиеся Плетущиеся Я не разбираюсь У них Это у нас Розочки Из Бельгии Из Бельгии Бельгийская Королева Цветов Вот С этой Стороны Слева И справа Можно Видеть Еще И Плетущиеся Розы Некоторые Сорта Вот Посмотрите Какие Хочу Запечатлеть Эту Красоту Но Здесь Не только Я Снимаю Поэтому Подожду Когда Чудак Уйдет И Я Тоже Продвинусь Вперед Вот По-моему Он уже Ушел И Вот Хочу Обратить Ваше Внимание На Вот Эту Предыдущуюся Розу Вот Какая Она Интересная Посмотрите На Сами Цветочки Посерединке Какие-то Как Пятнышки То ли Точки Посмотрите Какая Красивая Я Честно Впервые Такую Вижу Так Надо Еще Не Снимать Людей Нельзя Вот Смотрите Тоже Интересно Вот Листья Как Цвет Аквамарина Не Знал Передает Ли Камера Вот Такая Розочка Такой Насыщенный Яркий Цвет Тоже Очень Красивая Сейчас Постараюсь Поднять Выше Камеру И Пройдем Дальше В Древности На этом Месте Располагался Храм Богини Флоры Не Удивительно Что Здесь Сейчас Цветут Розы А еще Я в начале Видео Говорила Что Этот Сад Роз Расположился Напротив Палантина Где Можно Увидеть Руины Императорских Дворцов И Других Сооружений Древнего Рима И Вот Мы С Вами Не Просто Представили А Увидели Розы А За Ними Античность Ну Что Мои Хорошие Я думаю Что На этом Я Буду Заканчивать Своё Маленькое Путешествие По этому Волшебному Саду Роз В Риме Сейчас Очень Жарко Нам Надо Пойти Где-то Что-то Попить Что-то Покушать Вот Опять Эти Птички Я думаю Им Здесь Очень Очень Хорошо Очень Нравится Я Желаю Всем Нам Красивых Садов Вдохновения Чтобы Эту Красоту Создавать Чтобы Была Возможность Радоваться Этой Красотой И Радовать Других Желаю Всем Хорошего Настроения Мира И Добра Других Других Продолжение следует...